Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Primitive Society Simulator. Мы с вами остановились на том, что продолжили, собственно, плодить наших кур. По сути, все ягоды у нас ушли в наших кур. Мяса у нас осталось не то, чтобы много, рыба у нас съедается сходу, как она ловится. И при этом всё, нам нужно ещё направить кучу народу на поиски, собственно, трав и злаковых, потому что с ними у нас, опять же-таки, небольшие проблемки. И у нас в целом с людьми проблемки, на самом деле, они не совсем правильно выполняют те задачи, которые поставлены, но да ладно. Также мы ещё поставили ловушечки на омаров. Посмотрим, удастся ли чё-то заиметь с них или нет. Хотелось бы, конечно, чё-то заиметь, но посмотрим. Так, ещё раз перепроверим по работе. У нас здесь немножечко хаос начинает происходить. Так, хранение ресурса, ставленных на поле, это понятно, это у нас у всех мимо. Ах, есть нюансы, есть нюансы, честно говоря. Я бы ещё кучу вещей поисправлял, но ладно, пока живём, пока оставляем тогда в работе. Так, куры-петухи. На вас очень большие надежды, вы должны стать по факту нашим независимым источником жратвы. Так, куча кур сидят на яйцах, но я всё ещё ни разу не видел яйца как ресурс. Как это работает? Охраняет яйца. Так, курица, бла-бла-бла-бла-бла. А сколько у нас всего? Ну, у нас ещё не до конца забито. Ладно, пока не собираем яйцы. Так и быть. Посмотрим, чем это, правда, завершится. У нас, кстати, здесь ещё куча места есть для омаров. Норка-омар. Норк. Ты ж моя бедняжка. Сейчас глянем, в общем, что здесь выловится. Если это будет достаточно удобный пассивный способ получения еды, то я в целом за него. Честно говоря, я за него. Так, у нас должно было также открыться изготовление мотыги. Семена... Спрос на бальнях. А там с семенами чуть-чуть сложнее всё. Так, по одёжке, да, у нас подкрылся дождевик. Прощу, теперь можем сделать с кремнем и, по идее, пулять. Сдалека, да? Для метания камней, глины или специального снаряда. То, кто владеет пращой, называется пращником. Супер. А можно... Ладно, хер с тобой. Ладно, дальний бой 26. Ближний бой шляпа. Сколько у копья бой? Ближний бой 28. Ну, короче, по сути, это первое оружие... Дальнего боя, можно так назвать, я думаю. Давайте поднимем до пятёрки. Если кто-то захочет заюзать, вперёд и с песней. Единственная проблема, я что-то мотыгу не вижу. Я мотшту пустил. Изготовить мотыгу. Может, у нас здание новое появилось, но я провтыкал. Закон хранения, порядок изготовления. Так, у нас появилась печь. Во-первых. Ну, это гончарка по всей видимости. Бляха, муха твою мать. Я думаю, что мы сейчас будем расширять. Так, если мы снесём здание, никто не будет против. Я понимаю, не очень вам бы хотелось этим заниматься, но это надо сделать. Потому что если мы сейчас поставим печь, то нам уже никуда ничего не хватит. Хотя сейчас сначала надо проверить, если у нас ограничения вообще на навес. Просто интересы ради, ничего личного. Ты говно собачь. А-а-а! Так, у нас есть ограничения. Мы не можем сделать гигантский навес. Окей, я вас понял. Тогда в целом не то чтобы проблема, просто придётся немножечко заранее это всё рассчитывать. Так, вы стройте, стройте. Не пинайте там всё, что пинается. Да, мы их даже соединить потом не можем. Отвратительно, честно говоря. Ну и хер бы с вами. Делаем просто второй навес, да и всё. Давайте, ребятки, я понимаю, что вам не очень хочется, но надо, 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 надо. Печунья здесь у нас как раз влезет и будет супер продуктивный. Хотя мне кажется, что она снаружи может стоять. У неё ж нет никаких условий. Нужна для создания форм плавления и гончарных изделий. То есть, в теории, в теории. Её можно и снаружи поставить, ну ладно. Раз уже взялись, давайте ставить внутрь. Так, для резки по кости у нас ещё стол появился. Но это, скорее всего, тот столик, который у нас должен был для записки информации. Ну, глянем, опять же, что-таки это всё надо проверять. Так, тотем войны пока идёт нахер. Например, растения у нас же есть, стол для семян, да? Стол травника, стол для семян. Проблема, что у нас нет никаких крафтов. Вот в чём проблема. Хотя мы вроде бы как двигаемся вперёд, но я не ощущаю, честно говоря. Так, яйца всё ещё ни разу не собраны. Разведение скота у нас всё ещё стоит. Так, куры активно жрут. Еду, соответственно. Но у них якобы вылупление, процесс на последней стадии, но я чё-то не чувствую. Ну, сейчас увидим, видимо, там резкий рывок будет. Так, стройте, стройте. Я понимаю, печь долго строится, но надо, чтобы мы хотя бы увидели, что здесь. Так, мы можем сделать глиняный горшок, ухо на утро для приготовления пищи. Ну, шо я могу сказать? Ну, сделай 10 штук. Там потом, если чё, глянем. Если прям совсем плохо, всё будет. Так, тут ещё один верстак готовится. Так, кость собирателя. Кость животного, на которой вырезан текст, содержит знания вашего племени о собирательстве. Нужно, чтобы распространять эти знания среди людей, обитающих в далёких диких регионах. В соответствии с связанными знаниями, время производства составляет 3 часа. Чем больше знаний, тем меньше потребуется времени. Так, теперь давайте вернёмся к заданию. Так, питомец у нас пока идёт в задницу. Затраты времени на путешествие. Пожалуйста, отправьте группу в 14 дней, иначе вы провалите задание. Так, они хотят что? Три кости собирателя. Вернут нам при этом 30 престижа. Научат нас рыбной ловли плюс 100. И улучшение отношений 3. Окей, давайте смотреть, сколько нам обойдётся скрафтить три кости собирателя. У нас вообще кости остались? Кости остались. Так, создайте три косточки собирателя. Мне кажется, у нас... У, ни хера, там бель запахло. Мне кажется, у нас народу на самом деле не хватает. А чтобы плодиться, скорее всего, нам нужно прям очень-очень поработать, да? Так, они закинули ещё мясо на сушку. Сот-части плохо, на самом деле. Ну ладно. Так, как у вас? Всё ещё 28. Проверим кочек. Нормально. Ещё один день как раз надо прождать, и по идее будет прорыв. Главное, чтобы не в дно. Так, ловушка на амаров запущена. Рыболовная сеть у нас пока что отсутствует. Так, первая ловушка уже мигает. Что она нам говорит? Можно собрать амар Х50. Рыбная ловля плюс один сходу. Что ты несёшь? 50 амаров. Беда в том, что они вообще непитательные. Амары очень аппетитны на вид. Их можно вылавливать с помощью ловушки для амаров. На вид-то да. По факту говном. По факту немножечко говном. Проблема основная в чём? У нас здесь запас рыбьего корма есть. Я что-то не понимаю, видимо, да? У нас единственное производство рыбьего корма. Я поставил ограничитель в 5. У нас какого-то хера лежит 25. Крафтится по одному за раз, правильно? Абсолютно верно. Крафтится по факту из воздуха, хотя написано из насекомых. Окей. Пусть будет так. Пусть будет так. Так, этот товарищ пришёл, загрузил по новой. Короче, в чём плюс? По факту это условно-пассивное получение еды, но не самой питательной еды, что меня лично расстраивает. Но нам не мешает это сделать несколько раз подряд, правильно? У нас есть несколько мелководий, и мы можем, соответственно, поставить кучу этих ловушек. И иметь условно-пассивный способ получения еды. Я думаю, такой вариант в целом очень даже нам подходит. Так, загоны мимо. Где у нас здесь мебель? Полы мосты, это понятно. Сушка ягод. Я думаю, что мы пока что сушкой заниматься не будем. Ягод, во всяком случае. Потому что они у нас довольно активно съедаются. Но со всем остальным без проблем. Так, ловушка для омара наконец-то нашёл. Раз, два, три. Четыре сюда даже влазит. И ещё мелководий у нас где? Ага, больше у нас мелководий нет, да? Раз. А, вот здесь ещё вдалеке-далеке есть. Тут сколько? Тут три места. Ну, давайте тоже поставим. Опять же, это у нас будет резерв на совсем бедные времена. Если у нас станет всё супер плохо, то нас, по идее, марчики спасут. Меня теперь реально напрягает ситуация с количеством народа. Меня чуть-чуть напрягает ситуация с количеством народа. Ещё интересно, отслеживаются ли эти кости вообще. Так, появилась первая проща. Всё остальное у нас уже по рукам распределено. Проблема в чём, что у нас копья, они же не вечные тоже, да? Да, у них прочность, и она довольно быстро скатывается. Поэтому к этому надо быть готовым. Так, что меня смущает? Станет фертилией через 12 дней. Сейчас она числится взрослой. 14 лет уже старик. Так, ещё раз. Инструкция по беременности. Первобытная женщина будет забеременеть после 7 лет. Продолжительность беременности составляет 30. А, но если на 3, то да. После 21 года. Да, если мы переведём в нормальный. И продолжительность 90. А, нет, даже не 90 выходит. Гораздо же больше. 9 месяцев. То есть... Ладно, не будем переводить. Просто. Потому что иначе там выйдет слишком страшная цифра. Так, мама будет таскать товорождённого у себя на спине 40 дней. Затем младенец вырастет малыша и сможет ходить самостоятельно. Когда ребёнок научится ходить, мама может забеременеть снова. Так, первый триместр. Запрет на выполнение группы сбора трав. Охотничьей группы караваны. Второй триместр. Запрет на выполнение сборы трав, охотничества, караваны. Охота обычный, сбор ресурсов. Контроль за покойник. Контроль за покойник. Что? Ну ладно. И третий триместр. Там вообще жопа. Там всё запрещено. Медицинский уход. Уход за покойниками. Хранение ресурсов. Даже рыбная ловля. Короче, да. Это будут весёлые времена. То есть общая длительность беременности 30 дней. Плюс 40 дней малой висит на спине. Что, скорее всего, будет влиять на переносимость ресурсов, активность, скорость и так дальше. Но проблема основная в чём? У нас, судя по всему, по возрасту... Возраст пишет 13. 13 что? И как может быть 13? Я запутался. Добавьте 2 за 1 год. Что значит добавьте 2 за 1 год? Я не понимаю. Так, ну хорошо, допустим. Возраст, по сути, 7 лет должен быть. Между 4 и 14 у нас 10. Правильно? Соответственно, ей сейчас где-то приблизительно почти 7. Что в целом и соответствует реальности. По причине того, что... Да, для того, чтобы стать пожилой, ей надо 7 лет 12 дней. Через 12 дней ей будет 7. Но какого хера у неё возраст указан 13, я малейшего понятия не имею. Хорошо. Оставляем как есть. Так, у тебя шо? Ситуация та же. 12 дней. Короче, через 12 дней они уже смогут стать... Смогут забеременеть. Что в целом неплохо. Единственная проблема. Мы потеряем по факту 4 работников. На 30, мать его, дней. И это надо будет как-то пережить. Ну окей. У нас сейчас ещё и зима на носу. Сейчас будет вообще очень много проблем с крипсом. Но я надеюсь, что ребята успеют выставить все ловушки. И мы хотя бы... Хотя я не знаю, что с водой будет. Может вода замораживаться будет. Короче, надо следить. Надо следить, иначе нихера не поймём. Так, хорошо. Костяшки вы делали? Костяшки никто не делал. А что это значит? Это не что, просто существует, да? Требуется работник. У нас есть описание работы, которое связано непосредственно с костями. Собирательство, приготовление, разведение. Пока я ничего не вижу. Даже приближённого. Ибо нам это надо делать. Это у нас чем занимается? Это сбор ресурсов. Давай мы тебя пока сбор тормознём чуть-чуть. Займись немножечко скрижальками, да. Потому что, скорее всего, если мы не выполним задание, нам по шапке надают. А как бы не хотелось бы. Так, вы расплодились? Так, они расплодились до 32 всего лишь. Почему так мало? Появилось ещё 4 цыплёнка. Ну, честно. Шляпа шляпная. Так, у нас какое-то новое творение есть. У мой бога, это что? Собирать дикорастущее говно. Так, время открыла дикорастущая проса. Дикорастущая пшеница. Заоткроет нам ещё навык. Давайте назначим, кто поучаствовал. Горлак, горлак. Давай. Идея будет проверена и начнёт распространяться. Я очень сильно надеюсь. Потому что, если мы сейчас можем перед зимой собрать ещё и проса, я думаю, мы заживём гораздо лучше. Но опять же посмотрим. Так, тарелки не доделали, этот не доделали. Короче, на кур сейчас большая надежда. Так, эти только начали высиживать. Эти только заканчивают по чуть-чуть. Эти только начали. Заканчивают. В любом случае, надо время, в общем. Надо время. Причём тут у нас уже, скорее всего, имеется часть старых петухов, которых скоро начнут резать. Опять же, я не то чтобы за весь этот движ. Но так надо. Так, вторая костяшка есть. Давай третью ещё нарисуй. Мне вообще посмотреть, как она выглядит. Вот она, да? Кость собирателя. Кость животного, на котором вырезаны тексты, держащие знания вашего племени. Собирательство. У нас вообще прям много знаний, да, собирательство? Нет, мы вроде бы как давно в этом деле, да? Но у нас сотка поинтов есть по собирательству. Проблема в том, что нам надо будет заранее ещё сделать одну штуку. Здесь очень специфический процесс сохранения знаний. В виде скрижали. Поэтому мы должны будем к этому тоже заранее подойти. Желательно. Где у нас там по постройкам. Так, место у костра стоячий факел могила. Могила мне не надо. Каменные скрижали. Место рассказов. Так, чем оно отличается? Здесь старики из племени определяют свой жизненный опыт ученикам. Рассказывай истории. Так, хорошо. Давай тебя переместим тогда вот сюда. Тут у нас будут рассказываться басни. И мы сюда можем уже сразу же поставить ряд скрижалек. Для того, чтобы на них записывать знания. Правильно. Правильно. Место ведущего это куда? Это церемиальные сидения. Это не то. Место рассказов. Есть сейчас, пусть они отстроят это всё. Да, скрижали подсоединяются. Рассказчика у нас пока что нет. Ремесло не выбрано. Но это не страшно. Так, начинают там идеи продвигать. Питчинг, питчинг идёт. Давайте, пару дней продвинется идея, я надеюсь. Такура петухи. Когда вы будете снабжать нас едой? Потому что мы так скоро до лобстеров перейдём. И на этом всё закончится. Так, пока что они просто храпят. Но меня радует, что они уже хотя бы одеты с оружием. Это уже, мне кажется, гигантский плюс. Дальше могло бы быть хуже. Так, что ягоды, кстати, говорят? Ягоды говорят, сомнений. Ну, в теории у нас все ягоды на животных уходят. Так что, нормально. Жить можно. Так, костяшки сделаны. Ну, давайте проверять. Так, эти хотят кость охотника. Иди в жопу. Отправьте в группу в 10 дней. 10 дней не имеется в виду в течение 10 дней, да? Так, ну давайте, кого мы отправим? Так, давайте, наверное, сначала выберем предме... О, матерь божья. Вот оно отдельно есть. Три штуки нагружаем. Максимальная продолжительность путешествия определяется продуктами. Погодите. Давайте кого-то одиночку отправим. Залмар неясно. Давай ты, пожалуйста. Мы тебе дадим с собой обычного мяса. Сколько ты жрёшь вообще, собака? Расчётное время. Пути туда и обратно. 8 дней. Давай мы тебе сразу сотню туда накинем. В принципе, ты готов идти. Группа 0 отправлена. Собирает вещи. Бр-бр-бр. Набрал жертвы и уволил. Нахер. Умничка. Так, новое открытие посмотреть. О-ля-ля, о-ля-ля, погодите. Так, костяной гарпун. Рыбный суп. О-ля-ля. Да, конечно, давайте назначить. Давайте сюда Гракнара. А тут Кора готов. Это случайно не тот, кого я отправил. Не, Кора это Мадам. Да, это Мадам. Назначаем её сюда. Так, теперь эти два у нас будут тоже продвигаться исследованием. Я думаю, что мы в конечном итоге сделаем рывок. Отомащивание Куры уже изобретено. Никто не внёс свой в клуб. Бл-бл-бл-бл. Понятно. Всё остальное пока у нас нависает и ждёт лучших времён. Всё, и что ждём? Так, Куры тут продолжают шпехаться. Я всё ещё не вижу яйца. Я огорчу. При том, что у нас указан определённый сбор. Всё, они начинают друг другу продвигать свои грязные идеи. Замечательно. Так, здание у нас теперь есть. Единственное, что нет учеников. Так, есть первая скрижалька. И мы можем выбрать. Что мы сюда нанесём? Объём текста. Два из тысячи. По ремеслу мы можем нанести два. Записать знания человека, чтобы они не были утрачены с его уходами жизни. Здесь также рассказывают истории детям, чтобы они получали знания. Скрижаль должна быть установлен неподалёку от места рассказывания истории. Однокаменная скрижаль посоветует лишь об одной части истории. Ну, то есть, в теории, нам минимум нужно восемь скрижалей. Правильно? Тут у нас вмещается семёрочка. Хорошо, их можно, если что, передвинуть. Всё, вообще тогда вопросов нет, но пока не трогаем. Пока, мне кажется, нам нечего писать. Ну как, у нас есть какая-то там малая познания? Но пока рановато. Нам надо следить за многими вещами в плане выживаемости наших дедов. И началу, собственно, фертильности. Потому что когда это всё запустится, начнётся немножко ад. Так, время на задание золотой источник и стекло. О, птенцы вылупились. Посмотреть. 38 из 42. Это очень мило, что они вылупились. Яйца где? Я хочу жрать. Так, не забивайте меня с толку. Это то задание. Собиратель мы отправили. Правильно? Да, отвалилось задание другое. Это на охотника. Хрен бы с ним. Ну там и оставалось, по-моему, 7 часов до завершения задания. Так что... Невелика потеря. Так, сделайте эти скрижальки, пусть заранее стоят. Этот товарищ заготовки делает в ловушку. Опа-ча. А куда ловушка делась? Типа, всё, зима, пошёл нахер. Да, я правильно понял. Предположительно, я правильно понял. Но мы всё равно успеем оттуда часть лобстера вынести. Поэтому... Сожалеть не приходится. Да, у нас появился лёд. Они теперь могут бегать здесь. Но у нас теперь нет рыбы. А это значит что? Это значит, что наступят сейчас немножко тяжёлые времена. Но ничего страшного. Мы можем запустить охоту обычную. Давай. Ты, твою мать. Что ж ты делаешь? Так, приоритеты охота на взрослых особей. Детёныши ловим, здоровых убиваем. Я надеюсь, что наши товарищи сориентируются. Особенно, если начнёт не хватать еды. Нормально, нормально. Пока неплохо. Так, продвижение идёт. Тут осталась ещё одна. Ага, всё, молодец. Дикорастущая проса теперь можем собрать. Надо будет сейчас проверить. Эти два всё ещё продвигаются, как мысль. Давайте смотреть. Блях, а только не говори, что оно всё замёрзло к херам. И я его не могу собрать теперь. Я его реально не вьюз. Вот, вот это всё. Это ягоды, понятно. Короче, ягоды зимой есть. Собираемые вопросы я пока не вижу. Ну, сейчас день настанет, чтобы я хоть что-то вообще видел. Да? Лол, прикиньте. Есть рыба, кстати. Не всё потеряно. Не тут ещё и куча лобстеров. То есть, ягоды у нас зимой имеются. Так, загон переполнен. Здание требует крыши. Какое здание требует крыши? Слово ремеслий. А, он что, типа выступает? Давайте его задвинем внутрь. Вообще не вопрос. Так, замечательно. Что у вас здесь произошло? 44 из 42. Так, переключаем на сбор всех яиц. Я должен увидеть хотя бы одно яйцо. Я не ухомонюсь. Это ненормально. То, что они плодятся, супер. Одобряю. Но дело это пока что не помогает. У нас кто-то же отвечает, да? Так, разведение 10 из этого. По имени, по полу, по возрасту. Давайте глянем. А упомянуть возраст вы не хотели бы, нет? Прекратить. Что здесь прикрыть? А, типа они уже выделены под мясника, да? Так, окей. Теперь у меня остается вопрос, а кто режет? Кто режет? Автомясник у нас стоит на возраст и на количество особей. Так, давайте проверять по задаче. Так, животные. Забой скота. На забой скота у нас никто не стоит. Приоритеты за гонкур. Угу. Ну, давайте, кто у нас сейчас, во-первых, на месте. Во-вторых, у кого маловато задач. Сбор ресурсов. Рыбная ловля. Тебя мы и так сбросили, перекинулись сюда. Давай мы тебя вернем здесь. И забой скота. Как на это смотришь? Сейчас ее надо сразу найти. То я ее потеряю, потом не найду. Так, мадам. Она какого-то хера решила, что очень важно, чтобы она сейчас добывала камни. Меня вот немножко пугает единственное что, что мы не можем контролировать количество ресурсов, которые мы добываем. То есть у нас нет ограничителя, помимо складов, но склад сам по себе не ограничитель, грубо говоря. Сейчас мы проверим. Может, есть какие-то настройки. Место для хранения, уменьшение площади, скопировать. Птенцы вылупились. Изобретение есть. Приоритет у нас выставляется. Мы можем только контролировать наличие того или иного ресурса. И приоритеты между складами. Но мы не можем контролировать их вместимость, что не очень хорошо. Ну ладно. Так, прибудет пункт назначения через день. Рыбный суп есть. Сейчас посмотрим. А не указан, где он крафтится, да? Он, кстати, очень питательный. Плюс 0.12, плюс 0.08. Накормить, хотя в нем не так много мяса. Каждый сможет попробовать вкусную рыбу. Ага, ага. Ну, сейчас придется искать тогда, я вас понял. Точно не здесь. Может, у нас даже новый верстак появится или нет? Культура, медицина, это все мимо. Изготовление у нас есть только печь. Я, конечно, охерейся на ремесленном столе. Но, скорее всего, нет, да? Не дождемся. Раз. Тут у нас только медикаменты. Тут разные эти штуки. Это понятно. Можем, кстати, заменить, да? Правда, много костей собака требует. Да, давайте вот это мы отменяем. Создать 4 штучки. На поддержание. Все, пусть будет. Новый инструмент. Лучше старого в любом случае. Так, тут у нас ничего не происходит. Тут у нас тоже не происходит. Теперь у меня вопрос. Изобретение дало нам рыбный суп. Угу. Звучит круто. Очень круто. Ловушка, гарпун, это все понятно. Но где должен готовиться этот смысл? У нас есть, по сути, и тарелочка. У нас есть рыба. То есть, по сути, у нас есть все для того, чтобы этот суп произвести. Так, 44, 42. Их все еще не режут. Меня это напрягает. У нас сырое обычное мясо заканчивается. Зато лобстеров до хера теперь. Так, хорошо. Давайте смотреть тогда по численности построек. Места у костра нам пока не надо. У нас там все забито. Стойка для одежды тоже не надо. Рыбловицкие инструменты. Понятно. Стол травника у нас есть. Стол для семян есть. Печь есть. Резка по кости есть. То есть, новых верстаков у нас нет. Правильно? Душевная равновесие. Отхил замена дистракт. Окей, получается. То есть, нас оставили просто с носом, да? У нас есть еще ритуальный костер. Это костер такой же, да? Да, это такой же. Он, к сожалению, не имеет возможностей по крафту. Но, что поделать. Так, меня все-таки смущает, что у нас на забой никто не идет. Сейчас понизь на один. Выстроить, чтобы я посмотрел. Тек. Кормление животных. Давайте забой еще вот этому товарищу назначим. Надеюсь, чем там занят. Так, он пошел резать петуха. Петух зарезан. Замечательно. Перерезал еще кучу живности. Хорош, хорош. А тебе вмещается это все? Хераси, 84 мяса в одно рыло притащил. Вот же черники. Так, оставляйте половину яиц пока. Короче, горлак нормально так накромсал, я вам скажу. Нормально так этих петушар нарезал. По факту он сделал то, что он должен был сделать. Сейчас мы проверим. По возрасту, по полу, по разведению это все не имеет значения. Но. Теперь если мы посмотрим на список. То по списку у нас ни один не отмечен для мясника. Значит он всех перерезал, кого должен был перерезать. Единственная проблема, что мы остались все равно в небольшом просаке. И не то, чтобы получили сильно много мяса. Но плюс в том, что мы вместе с мясом еще получали кости. Какого-то хера камня. Я не понял, как так вышло, что мы камни получали. Окей, в целом это пока что неплохо. Особенно если мы все-таки сможем добыть проса. Я так понимаю, что зимой его не стоит ждать, да? Да, я так понимаю, что ждать его не стоит. Но если оно появится, будет супер. Тут у нас еще есть руда или камень еще какой-то. Но мы однозначно дождемся проса. Оно когда-то у нас точно появится. Я вам гарантирую, когда-то это произойдет. Самое главное, что нас не лишают источника пищи в целом на зиму. То есть зимой у нас все равно есть те же ягоды. Хоть как-то это можно все пережить. Так, все, всех порезали. Товарищи все еще занимаются омарами. Тут мимо. Тут еще готовится. Тут тоже только-только готовится. Ну, молодцы, ребята. Если вы еще омаров затарите, будет супер. Так, яркий кулак получил в дар кость с текстом знаний. Отношения с ярким кулаком выросли на плюс 3. Взамен получаем престиж. И научили нас рыбной ловли плюс 100. Подтвердить. Все, теперь челик нам будет 4 дня назад шуровать. Я правильно понял? Задание числится как выполнено. Так, что у нас здесь? Защититься от 4 атак, получить престиж. Ну, пока что я надеюсь, что атак не будет. Но если будут, то я надеюсь, что мы с ними хотя бы справимся. Я думаю, насчет факела. Кстати, факел, интересно, требует что-то или нет. Значит, факел требует ветки для крафта. Что меня, в принципе, устраивает. Мы немножечко добавим, как раз пока костры не горят. Так, тут и вот здесь, где у нас граница, вот здесь. Так, удачи в установке. Я просто надеюсь, что они будут раньше включаться, чем костер. И мы сможем хотя бы что-то видеть. Так, с вами понятно. Короче, остается все еще вопрос по рыбному супу. Остается вообще очень много вопросов. Ну, ничего, я думаю, мы по пути разберемся. Так, факела никто, естественно, не ставит. Камень здесь как валялся, так и валяется. Склад у нас, кстати, уже забит более, чем нам надо. Давайте тогда снесем вот эту хрень. Сразу же на ее месте построим новую. Давай, 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 давай. Там еще мясо высохло, кстати. Забирайте. Разбор пошел. Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Молодцы. Так, вставляем сюда же навес. Единственной маленькой погрешностью. Тут два блока, да. Вот сюда. Чтобы увеличить склад на максимум. То есть мы ставим вот так. Дальше мы берем склад. Увеличение площади. Вот немножечко вот так вот. Нормально? Нормально. Все, можете работать. Вторжение начинается. Людям нужно отдать приказ. Кто у нас здесь? Птенцы вылупились. Это опять же все-таки мило. К нам пришел просто один черт, который решил нам тут шумиху навести. Правильно я сейчас понял? Ты не прав, молодой человек. Ты в корне не прав. Мы тебе сейчас это объясним. Так, поддавайтесь командованию. Иди сюда. Все же вооруженные наде... Бляхади, вот эта хрень. Отменить командовать. Иди сюда. Да какого хера он не выделяется? А, ну он же в путешествии. Так, бежит Чичик. Так, ну во-первых, ты сразу не прав. Во-вторых, какого хера ты одна пришла к нам с копьем и ни с чем более? Ты планировал так свою смерть или что? Копьё гэц, гэц, гэц. Она еще и двух разных ударила. Это самая большая ошибка. Если ты уже начал бить, надо щемить одного. И внести ему максимум уроза. Вражеская реликвия? Это же такое. Доказательство того, что враг повержен. Супер. Так, с тушкой мы что можем делать? Или ничего не можем делать? Отношения. Это кто? Мол на метель захватчик. У нас нет информации о них, ни о наставнике, ни о чего. Так, те, кто у нас покоцанные, надеюсь, не сильно покоцанные. Трупы распространяют чуму. Намек понял. Нам здесь нужен ритуальный костер, наверное, да? Сжигайте здесь трупы своих врагов. Звучит очень подходяще. Прям как мне нужно. Факела у нас горят теперь. Супер. Сделайте побыстрее, пожалуйста, костер, чтобы я не это, да? Так, в ожидании покойника. Вот он есть, если что. Единственное, что странно, у нее, по идее, есть копье. Но у нас нет с ним взаимодействия. То есть мы не можем из него вынять. Ммм, жаль, на самом деле. Ну, ладно. Тык-тык-тык-тык-тык. Пришел враг. И нет врага, как говорится. Так, торжение начнется. Людям нужно взавестись. Это понятно. Птенцы вылупились. Сейчас проверим. Первая атака мы защитились. И два дня придет наш челик назад. Все, сгорел. И костер рабочий, да? Вообще класс. Вообще супер. Все остается еще и рабочим. Так, что у нас здесь? 24 из 42. Просели чуть. Но я все еще не вижу яйца в еде. Ну, хоть убейте. У нас появилась проща. У нас появились горшочки. Но, опять же, на появление еды это никак не сказывается. Ладно, хрен с ними. Будем пытаться решать проблемы дальше. Скоро зима закончится. Станет чуть полегче. Надеюсь. Пока что, ребятки, я сделал с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденные. Конечно, нужно нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.